Израиль и Марокко подписали соглашение об облегчении визового режима между двумя странами. Оно было заключено в ходе визита в Раббат главы МВД Минздрава еврейского государства Маше Арбеля. В прошлом году Африканское королевство посетили 70 тысяч израильтян. Ожидается, что после изменения визового режима количество туристов увеличится до 200 тысяч. Помимо этого, был подписан меморандум о сотрудничестве двух государств в области медицинских технологий, генетики, готовности к эпидемиям и планировании системы здравоохранения. Суд Аргентины удовлетворил запрос прокуратуры и сдал международный ордер на арест четырех граждан Ливана, подозреваемых в причастности к взрыву в здании Федерации еврейских общин в Буэнос-Аресе в 1994 году. Тогда в результате подрыва террористам-смертникам заминированного автомобиля погибли 85 человек. Еще более 300 были ранены. Напомню, что следствие быстро установило, что за терактом стоят Иран и Хизбалла. Однако затем власти Аргентины долгое время препятствовали расследованию. В Мичигане арестовали 19-летнего Шона Пьетиллу, планировавшего совершить огнестрельное нападение в синагоге в Выст-Лансинге. В соцсетях он восхвалял неонацистскую и суицидальные идеологии, антисемитские убеждения и массовые расстрелы. Он упомянул, что восхищается Брентом Тарантом, который в 2019 году в новозеландских мечетях убил более 50 человек. Во время обыска дома Пьетилла агенты ФБР обнаружили дробовик, винтовку, пистолет, боеприпасы, винтовочные магазины, несколько ножей, аксессуары для огнестрельного оружия, два тактических жилета, красно-белый нацистский флаг, противогазы и руководство по выживанию.